Новости с официального сайта Рамблера. Западная СМИ назвала имя возможного преемника Путина. На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России. Трудно представить Кремль без Путина, но время идет и, следовательно, однажды встанет спекулятивный вопрос. Что если? Пишет швейцарское издание Neosurter the Tiong. Газета разработала фантастический сценарий с уходом Владимира Путина в 2024 году. Он перестанет быть главой государства, но станет председателем правительства ИСАВБЕЗа. К 2027 году Путин подберет приемника нынешнего губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Ранее Дюмин работал президентским телохранителем. В 2027 году Алексей Дюмин является властелином Кремля. Именно здесь начиналась его карьера в аппарате безопасности президента более 20 лет назад. В течение многих лет он лично сопровождал Владимира Путина и отвечал за его личную неприкосновенность. Это позволило ему сделать быструю карьеру фантазировать издание. Однако со сменой президента в политике Кремля ничего не изменится. Дюмин не справится с запросом на перемены, резюмирует швейцарская газета. Еще одному охраннику Путина Евгению Зиничеву, ныне министр по чрезвычайным ситуациям, в сценарии отводится роль главы ФСБ. Ранее Рамблер сообщал, что по мнению известного политолога, действия властей в 2020 году будут сосредоточены на подготовке к переходу парламентской республики. Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал. А теперь давайте почитаем несколько комментариев, опубликованных на официальном сайте Рамблер. Василек Лютый пишет, а нужен ли преемник, может все-таки лучше честно выбранный президент, если это демократическая страна? Петр Иванов пишет, охренеть, телохранители карьеру сделали. Самый наглядный пример, когда на местах работают не профессионалы, а кто ближе к царю. В топку такую власть. Ирина Ларина пишет, как надоело это ружье. Честно говоря, я не знаю, о какой ружье говорить. Ларина, если вы в курсе, напишите свое мнение в комментариях. На этом на сегодня все, всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok